Здравствуйте! С вами Лена Выходцева и Вести российского телевидения. Главные новости. Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве страны не улучшается, считает Владимир Путин. Президент поручил правительству учитывать плохое состояние ЖКХ в ряде регионов при распределении финансовой помощи. Вашингтон делает шаг навстречу Пхеньяну. США заявляют о готовности помочь КНДР в решении энергетических проблем в обмен на свертывание Северной Кореи своей ядерной программы. Президент Грузии Шеварнадзе отказывается продлевать мандат российским миротворческим силам в Абхазии. Однако это не повлияет на пребывание там миротворцев, заявляет в российском Минобороны. Итак, Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на состояние жилищно-коммунального хозяйства в ряде регионов при распределении финансовой помощи в январе. Открывая сегодня традиционное совещание с членами правительства, где одним из главных вопросов было, как разрешить в ряде регионов зимний кризис с ЖКХ, президент отметил, что у большого количества граждан праздничное настроение весьма испорчено ситуацией, связанной с состоянием коммунального хозяйства. У нас продолжаются задержанные праздники. Между тем, для большого количества граждан России праздничное настроение весьма испорчено ситуацией в некоторых регионах, связанных с состоянием жилищно-коммунального хозяйства. Мы уже с вами обсуждали эту тему неоднократно. Ситуация, к сожалению, пока не улучшается. Поэтому я прошу правительства при рассмотрении вопросов, связанных с распределением финансовой помощи на январь, иметь в виду весь комплекс этих вопросов. Некоторые выбернаторы обратились к помощи, некоторые не обращались и справились своевременно сами. Нужно иметь в виду и их финансовое положение. Владимир Путин также обратил внимание, что на этой неделе правительство должно вернуться к проблеме государственного оборонного заказа. Президент выразил надежду, что работа по этому вопросу будет соответствующим образом проведена и завершена. Кроме того, глава государства сообщил, что на этой неделе состоится совет по науке. В этой связи Путин предложил правительству выступить на нем со своими предложениями. Владимир Путин заявил, что при проведении совета по науке следует обратить особое внимание на перспективы развития атомной отрасли, которая, по словам президента, имеет большое значение как с точки зрения обороны, так и с точки зрения мирного использования атомной энергии. В Финском заливе в ледовом плену сегодня оказался сухогруз «Сормовский». Как сообщили интерфаксы в МЧС России, сигнал бедствия с теплохода был принят в 9.30 утра. На помощь сухогрузу движется ледокол «Сорокин», которому предстоит преодолеть почти 20 километров через ледовые поля. Кроме этого, в район бедствия для эвакуации 12 членов экипажа теплохода готовы вылететь вертолеты со спасателями. Одной из основных причин медленного восстановления систем теплоснабжения в российских регионах является плохая организация работ местными властями. Об этом заявил сегодня заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Короткин, который в составе правительственной комиссии работает в пострадавшей от морозов Карелии. В интервью «Интерфакса» он отметил, что в Карелии ремонтно-восстановительные работы идут низкими темпами, поскольку на местах не хватает аварийных бригад и материалов для ремонта. Сегодня также стало известно, что в республику поступили 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги предназначены для скорейшей ликвидации последствий аварии. Глава Карелии Сергей Катананда в интервью ТАРТАС пообещал, что подача тепла в дома возобновится уже через две недели, а пока людям предоставят временное жилье. Сегодня в большинстве районов Оренбургской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. В регионе похолодало до минус 35 градусов. Однако зимние каникулы для школьников, видимо, не будут продлены. Синоматики ожидают, что уже к вечеру в Оренбургскую область придет потепление. И совсем по другим причинам отменены сегодня уроки в школах Смоленского района Алтайского края. Восьми из них объявлена забастовка, занятия в других временно приостановлены. Поводом для начала акции протеста учителей стало отсутствие тепла в классах. Как сообщили в районном комитете профсоюза учителей, забастовка объявлена пока на три дня. США и Южная Корея сегодня обсуждают кризис вокруг ядерных разработок КНДР. Спецпредставитель США Джеймс Келли в ходе переговоров с южнокорейским избранным президентом Ном Ухеном заявил о готовности Вашингтона вступить в диалог с Пхеньяном. И в частности предоставить помощь Северной Корее, если она закроет свою ядерную программу. Подробнее Антон Верстаков. Соединенные Штаты и Южная Корея обсуждают возможность предоставления Пхеньяну гарантии безопасности в случае прекращения ядерных разработок. Таким образом, как отмечают наблюдатели, дипломатическое противостояние между США и Северной Кореей сдвигается с мёртвой точки. Мы знаем, что у КНДР есть энергетические проблемы. И вполне возможно, что как только мы оставим позади ядерный вопрос, США, частные американские инвесторы и другие страны помогут Пхеньяну в энергетической отрасли. Американский спецпредставитель Джеймс Келли также упомянул, что США могут возобновить поставки мазута для топливных электростанций КНДР. Их прекратили с целью давления на Северную Корею, возобновившую, по данным Вашингтона, работы по созданию ядерного оружия. После этого Пхеньян разморозил закрытый ранее по требованию США ядерный комплекс в Йонгьоне и выдворил у страны инспекторов МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергетике. Северокорейский МИД неоднократно заявлял, что эти работы преследуют исключительно мирные цели. Без функционирующего реактора в стране наступит энергетический кризис. В ходе переговоров в Сеуле избранный президент Ном Мухен подтвердил, что Южная Корея не признает ядерные разработки КНДР и готова добиваться разрешения проблем.